Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. Я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис, тут недавно по гранкам новостей сквозила новость, достаточно занимательная. Гринпис в очередной раз возбудился и заявил, что некая компания Арана везет в Российскую Федерацию ядерные отходы, которые, видимо, везет куда-то в Сибирь, закопает под овражком и отравит всю Россию. На это заявление достаточно быстро отреагировала сам компания Арана, которая ответила о том, что это никакие не отходы, то, что это регенерированный уран, который поступает в Российскую Федерацию по заказу госкорпорации Росатом. Росатом также подчеркнул, что это не является отходами, это является сырьем для дальнейшего производства. И здесь, собственно, вопрос, в какую сторону и ради чего у нас Гринпис так громко говорит, американская компания, понятно. Но если было бы все полностью понятно, я бы не спрашивал. У меня отсюда вопрос, что за регенерированный уран, для чего он используется, почему везут его в Сибирь, а маяк у нас, который перерабатывает подобные вещи, находится на Урале. И, собственно, почему из Франции везем в Россию? У нас как бы своих АЭС, своих выработок хватает. Я понимаю, что данный вид вторсырья, назовем его так, используется для производства топлива, и оно более концентрировано, чем добывать его напрямую из шахты. Что все-таки для экологии полезно, такое вторсырье все-таки завозить или самим недра копать? Расскажи, пожалуйста. Вопросов ты задал много, даже не знаю, с чего начать. Действительно, 12 октября, это день, когда французское отделение Гринписа провело акцию. Они выкатили там бочки, на которых нарисовали значки радиоактивности перед зданием компании Орана. И долго-долго возмущались тем, что компания Орана намерена отравить всю нашу Сибирь, завалив ее радиоактивными отходами. Причем делает это, разумеется, при помощи компании Росатом. То есть, две компании вступили в сговор, поставив себе конечную целью всю Россию убить радиоактивными отходами. Ответ Орана поступил заказ из Росатома. Росатом пожелал купить тысячу тонн регенерированного урана. Первые поставки начались еще в начале года. Сделка как сделка. Есть товары, есть покупатель, есть условия по безопасному перемещению такого вида грузов. Пойдет он по железной дороге, сначала морем до Санкт-Петербурга, и дальше действительно он уйдет в город Северск, на сибирский химический комбинат. Грузы такие у нас перевозятся. Напомню, что в отличие от разливов нефтепродуктов, утечек газа, перевозимого по железной дороге, ни разу ни в Советском Союзе, ни в России не было ни одного очень изначального происшествия именно с лезоактивными грузами. То есть, как это перевозить, в каких транспортных упаковках, достаточно хорошо известно, все это контролируется. Разумеется, эта сделка идет под контролем регулирующих органов как Франции, так и России. За всем этим внимательно следят. Транспортно-упаковочные комплексы, в которых это перевозится, они рассчитаны на любые происшествия. На падение вагона под откос, на пожар, на то, что контейнер затонет в море и так далее. Ничего не боится, их специально к этому готовят. Есть полигоны, где взрослые дяди играют в интересные игры. А давай попробуем сломать транспортно-упаковочный комплекс. Кто что придумает? Давайте сбросим его с высоты, отскакивает от бетона. Давайте штырь поставим, а вдруг проткнет, давайте его подожгем, а давайте его подожгем и с разбега ударим об стену. Ну и так далее. То есть опасности про транспортировку никаких нет. Даже Гринпис не говорит о том, что во время перевозки может что-то произойти. А теперь, что касается того, что такое вообще регенерированный уран. Если регенерированный, значит его из чего-то восстанавливают. Если его восстанавливают, ну, собственно говоря, из чего? Разумеется, из облученного ядерного топлива. Если его регенерируют, значит это действительно некий товар, который имеет определенную ценность. Поэтому дальше я могу отвечать либо коротко, что вот есть от регенерированного урана, из чего он там состоит, чем он отличается от обычного урана природного. А можно спокойно, без спешки разобраться, как облучается топливо и что, в конце концов, из него вообще можно извлечь. Тебе как? Мы куда-то торопимся? Как-то средне, потому что там, начнем в детали вникать, это как, чем больше формул в книге, тем меньше читать. А тут не надо формул. Вот я просто напоминаю, что в природной РУЗе урана-238, который не участвует в цепных реакциях отделения, 99,3%. 0,7% это тот самый уран-235, который, собственно говоря, делится, про которого все учебники пишут. Попал нейтрон в ядро урана, развалил его на две части, выскочило, два нейтрона ударили, в два ядра урана и так далее. Это все про уран-235. Это конкретно в руде, не в породе? Порода — это отдельная тема. То есть, чтобы получить ядерное топливо, есть целый цикл. Сначала, как нам известно, смертники лезут добывать уран в шахту, умирают миллионами, даже миллиардами, добывают, потом его очищают от лишней породы. Богатая руда считается там, где 0,1% урана, собственно говоря. То есть, мы пришли к этим цифрам, там 0,0,0,0% от породы. То есть, мы получили окись урана, желтый кек, он же, поскольку желтый по свету, в нем, тем не менее, все равно не более чем 0,7%. Его тут еще никто не обогащал. Чтобы его обогащать, его надо превратить в газ. То есть, так называемая операция конверсии. Его соединяют с фтором, который не имеет жидкой фазы. Его до 50 градусов нагрели, вот этот порошочек, он сразу становится газом. Вот его обогащают по содержанию уран-235 на газовых центрифугах. Увеличивают до, в среднем, считается, до 5%, на самом деле, чуть меньше. Есть вот такая цифра 5%. То есть, в природной руде 0,7, здесь довели до 5%, то есть, 7 раз увеличили концентрацию. Но это все равно все еще газ. Ему дали остыть, он стал порошком, его превратили в оксид урана. Его легче хранить, ему легче пользоваться. Сделали урановые таблетки. Вот это все отправили. Сначала сформировали топливовыделяющие элементы, маленькие тоненькие трубочки. Их собрали в топливовыделяющие сборки. Все это поставили в активную зону реактора. Уран-235, который вот таким трудом достался, он стоит серьезных денег. Поэтому задача атомной энергетики — использовать все, что в этом уране-235 есть, насколько возможно. Чем полнее он выгорит, чем меньше его останется в результате того, что он отработал топливную сессию, тем лучше, тем полнее мы смогли вернуть себе деньги, если мы говорим про экономику. То есть получили 5%, задача заставить именно эти 5% полностью сгореть. Как это делается? Отдельное искусство, как выглядит топливная сессия. Если помнишь, что активная зона — это цилиндр. Опять же, без всяких формул. Где будет наибольшая концентрация нейтронов? В центре. Значит, те тепловыделяющие сборки, которые стоят в центре, они выгорают быстрее. Но они не выгорают до полного нуля. Они выгорают до какой-то определенной концентрации. После этого останавливается реактор. Перегрузочная машина выхватывает то, что было в центре, перемещает на периферию. То, что было на периферии, помещают в центре. Вот такая игра в пятнашке происходит несколько раз. Современно ядерное топливо не извлекается из активной зоны в течение 24 месяцев. Ее переставляют совсем на периферию, в серединку, куда-то совсем в центре и так далее. Пытаясь заставить выгореть весь 235-й уран. Но это все равно не получается. Потому что, когда концентрация урана 235-го падает до одного процента, цепная реакция начинает затухать. Все. Он не желает больше участвовать в этой цепной реакции. Пора извлекать. Извлекаем. Вытащили. Отправили в бассейн, чтобы все ядерные реакции, какие там возможно, закончились. Чтобы остыла проточная вода, снимая температуру, загнутый цикл, чтобы разоактивность никуда не разносить. Дальше. Весь ли он выгорел? Нет, не весь. Если представить себе, что некий абстрактный Максим, одев свинцовые трусы и вооружившись микроскопом, высыпал тонну облученного язерного топлива и пошел смотреть, что же там набралось. Уран разваливается, там получаются какие-то новые химические элементы. Вот мечта алхимика, можно там золото таким образом нарабатывать, можно что угодно еще. Самое понятное, у меня есть более-менее точные цифры, при обогащении урана до 3,3. То есть, вот в тонне свежего топлива, 967 килограммов урана 238, который не участвует ни в чем, и 33 килограмма урана 235, за которые, собственно говоря, мы и боремся. Урана 235, если пересчитать его там, пинцетом отделить, пересчитать все эти вот атомы, все равно останется порядка 8 килограммов. Это то, что не выгорело. Не выгорело, потому что цепная реакция затухает при такой концентрации. Урана 238, который как бы ни в чем не участвует, изначально было 967 килограмм, на выходе 924. 40 килограмм превратилось в другие химические элементы. Самое понятное, это осколки деления, их так и называют, осколки деления. Когда он разваливается на две части, там что-то образуется, вот этих элементов набирается порядка 33 килограмма. Но мы с тобой уже говорили, что 238-й уран время от времени хватает, ни его нейтрон, их же там много. Вот он один украл и превращается в результате трансмутации в плутоний 239. В 239-й плутоний участвует сразу в двух реакциях. Время от времени он молча хватает еще один нейтрон, становится плутонием 240-м. Тут, в свою очередь, может схватить еще один нейтрон и будет плутонием 241-м. При этом 239-й начинает собственную цепную реакцию деления. То есть он тоже участвует в мероприятии, тоже дает температуру. Никто на него за это не обижается. Чем больше теплоотдача, тем лучше. Тем не менее, весь он прореагировать не успевает. Мало того, он состоит из трех изотопов. 239-й, 240-й, 241-й. Порядка 9 килограмм его набираются. Из них вот 3 килограмма одного изотопа, 3 килограмма другого, 3 килограмма третьего. Я каждый раз об этом отдельно говорю. Отделить 239-й от 240-го, 241-го невозможно. Никакие газовые центрифуги такое не возьмут. Эта смесь изотопов хороша тем, что ее нельзя использовать как начинку для ядерного оружия. Потому что плутоний 240-й это яд. Нейтронный яд, который не дает возможности военным использовать это для своих целей. Если боезаряд будет приготовлен с такой смеси, никто не знает, как себя будет вести. Может взорваться раньше, может вообще не взорваться как угодно. Отдельная тема. То, что осталось остальное, там что-то около 12 килограмм, это так называемые трансурановые элементы с красивыми названиями. Америций, Кюрий, Нептуний и так далее. То есть полезного там реально уран-235-й, около 8 килограмм, и энергетический плутоний, его так называют, порядка 9 килограмм. Уран-235-й терять не хочется. Хочется убрать оттуда все лишнее. Если эти 8 килограмм можно продолжать использовать, то почему бы и нет. Вот этим занимаются заводы по переработке облученного ядреного топлива. Их в мире не так много. У нас радиотехническое предприятие номер один на Маяке. Два завода во Франции. Они принадлежат компании Урана. Работают на Ля-Ага. Так называется этот мыс. Работал до последнего времени еще один такой завод в Селлофильде, в Англии. Но там его закрыли. Никогда не работал в Соединенных Штатах, потому что там есть закон, который называет облученное ядерное топливо радиоактивными отходами и заставляет хранить вот в таком виде. Хранить такие количества радиоактивных элементов, ну это вообще как-то глупо на самом деле. У тебя есть этот уран-238-й, его можно продолжать использовать сколько угодно. Вопрос был поставлен перед химиками. Можно ли выделить вот из этой страшной смеси 235-й уран Плутоний и убрать все остальное. Все это с красивыми названиями. Химики напряглись. Я, конечно, не знаю подробности, как это выглядит, но выглядит это действительно страшненько. Все это начинается с того, что распаковывают тепловыделяющие сборки, чтобы маленькие вот эти тоненькие прутики, тепловыделяющие элементы получить вот в рассыпном виде. Потом их просто рубят физически. Сейчас вроде бы идет разработка, чтобы можно было этой рубкой заниматься не механикой, а при помощи лазеров или как-то еще. Потому что все, что касается вот таких вещей, он набирает на себя радиоактивный, все равно или поздно он тоже становится радиоактивным отходом. Пусть низкообогащенным, но все равно проблема какая-то возникает. Почему рубит? Потому что использование атрибутилфосфатовой кислоты, ее 30-процентного раствора в керосине, хорошо сказал, да? Уже интересно. Позволяет, не растворяя саму трубочку цирконевую, растворить все ее внутреннее содержимое. То есть само облаченное ядерное топливо в нем растворяется. Цирконевая трубочка отдельно, ее можно почистить, чтобы ничего лишнего с собой не унесло. И с ней уже легче работать, она не растворяется в общей куче. Дальше проходят еще две стадии химической очистки. Почему керосин? Потому что, в числе прочего, образуются определения и радиоактивные газы. Вот этот керосин на себя забирает и их отдельно обрабатывают. Плутоний от урана отделяется совершенно четко, с очень хорошей частотой, по-моему, до 1000 коэффициентов. То есть все отдельно. Возникает вопрос, как использовать. Как использовали у себя французы, известно. Во-первых, у них самые мощные заводы, их там два. Общее количество облаченого ядра на топливо, которое они в течение года могут переработать, порядка 1000 тонн. Они перерабатывали свое. Во Франции 58 атомных реакторов, им есть чем заниматься. Они перерабатывали топливо, поступавшее из Германии, из Японии, из Бельгии и так далее. Наши мощности, которые на РТ-1, радиотехническая первая на Маяке, это 400 тонн. Причина. В России на наших атомных электростанциях в год образуется порядка 200 тонн облаченного ядерного топлива. Перерабатываем то, что нарабатывается, немножко из запасов подбираем. Кроме того, проектируется новый комплекс по переработке в Железногорске, чтобы немножко ускорить процесс, потому что за эти годы, которые работают на электростанции, добра набралась. Хранить его достаточно хлопотно, проще пустить в переработку. Что получается? Порядка 1% не сгоревшего урана. Если обогащение до 5%, то урана-235 получается не 8 кг, а 10. То есть около 1%. В природной руде, если помнишь, 0,7. То есть в принципе хорошая вещь. Чешуя выкидывает. То есть идет груз в Северск. Это уран-238, в котором 235-го порядка 1%. Он мало чем отличается от обычной урановой руды. Чуть больше урана-235. Но поскольку это топливо какое-то время провело в реакторе, в нем накапливаются еще какие-то элементы. Это уран, который отделить химическим путем не получается. Изотоп уран-232, который сам по себе излучает, и нам это не надо. И уран-236, который любит хватать нейтроны и не давать развиваться цепной реакцией. Соответственно, есть технологии, которые позволяют вот эти две проблемы решить. Добавляют либо природную руду, либо, поскольку в Северске у нас осуществляют так называемую конверсию урана, то есть вот перевод повторит урана, берут и обогащают. Но это отдельная линия, поскольку вот эти два изотопа, уран-232-236, не позволяют перерабатывать на тех же линиях, где обогащается природный уран. То есть это отдельное совершенно производство. Добавляют более высокое обогащенное. В общем, есть какие-то комбинации, о которых нам, в общем-то, и знать не надо. Важно знать, что они есть. Из этого регенерированного урана совершенно спокойно получают топливо для наших оставшихся в строю уран-графитовых реакторов. В 10 штук их в России работают. Получают топливо для водно-водяных реакторов, что тоже не можешь не радовать. Предыдущая сделка с ураном тоже какая-то достаточно странная. Нам ее заказали еще в 2018 году. Там идея заключалась в том, что это уже урана просит, платит нам Росатому деньги для того, чтобы из этого регенерированного урана приготовили топливо для атомных реакторов западного дизайна. Мы это тоже умеем. Вообще много чего умеем. Но вот там сделка не пошла, здесь она пошла. Почему в Северске? Потому что там, во-первых, сконцентрировано все, что касается конверсии урана, то есть перевода его в соединение со фтором. И там же есть линии, которые позволяют из регенерированного урана получать топливо для всего, чего мы хотим. Хотим для уран-графитовых реакторов РБМК-1000, пожалуйста. Хотим для ВВР-1000, пожалуйста. Для ВВР-1000, пожалуйста, все, пожалуйста. Какое отношение это имеет к отходам, знает только Гринпис. Ты совершенно четко дал правильное название. Это вторсырье. Потому что бумажка, валяющаяся на улице, для кого-то мусор, а для кого-то макулатура. Притом достаточно интересное вторсырье, которое, по сути, богаче, чем несколько раз обогащенное, естественное. Не обогащенное, естественное. Ну да, я про процесс. Но это компенсируется тем, что там есть 232-й изотопа, 236-й. Чтобы нейтрализовать их действия, нужны какие-то хитрые операции, которые мы научились сделать. Вот, собственно говоря, вся затея. Получается, что мы ничего не захораниваем. Вот пришел этот 238-й, обогащенный до единицы, но с чужими изотопами. Мы эти изотопы компенсировали своими хитрыми методами и получили нормальное топливо. Загоняем все это второй раз. Поэтому в своем заявлении, когда Росатом пишет, что для экологии это полезно, это правда полезно. Не надо захоранивать такое огромное количество урана, его можно использовать второй раз. Прекрасно, на мой взгляд. Ничего вредного я здесь не вижу. Это в два раза интереснее, потому что не приходится раскапывать свои недра, тысячи тонн породы доставать, очищать, обогащать и все это хранить в отвалах, которые на минуточку все равно относительно ядовиты. Останутся хвосты, которые можно будет потом дообогащать и так далее и так далее. Тут вот еще, у нас же постепенно атомных реакторов становится больше. Вот Академика Ломоносова запустили. На Ленинградской АЭС работал РБМК-1000, вместо него теперь работает ВВР-1200. Он чуть мощнее, ему надо чуть больше урана. Идеология Росатома была проста, как пять копеек. Все, что требуется для атомной программы России, мы добываем в России. То, что нужно для наших зарубежных проектов, мы добываем за рубежом. Но сейчас только начинается строительство новой шахты в Краснокаменске, которая позволит чуть-чуть увеличить добычу в Курганской области. Только-только начинается. И, видимо, Росатом вот таким способом решил себя перестраховать, пока новая шахта не запущена. Почему бы не взять товар? Хороший товар. Тем более, что перед этим была сделка, когда на том же товаре можно было заработать деньги в обратную сторону. В 2018 году сделка с той же Арана, но из их регенератора сделать топливо для них. Вот здесь мы заработали, а вот здесь мы потратили. Но, с другой стороны, мы действительно не ковыряли, не успели, вернее, еще подготовиться к добыче такого количества. И еще одна вот такая шутка юмора, или как это, ирония судьбы. Сделка, о которой так громко и много заговорил Гринпис, была заключена в конце прошлого года. В конце прошлого года стоимость фунта урана, окиси, закисти окиси, того самого желтого кика, была порядка 30 долларов. И не спрашивай меня, почему они там считают в фунтах, совершенно непонятно. Летом, когда начался энергетический кризис в Европе, инвестиционные фунды, задачи которых держать чужие деньги так, чтобы они давали прибыль либо в какой-то валюте, либо в каких-то акциях, один из канадских фундов начал физически скупать за кистью и кистью урана. В Казахстане был всеобщий праздник. Казахстан уже лет 15, по-моему, крупнейший добытчик урана в мире. И они вот после падения цены из-за фукусимской аварии сильно страдали, потому что очень сильно упала цена. Они уменьшали добычу, чтобы поднять цену, еще что-то сделали. А здесь в течение месяца буквально было куплено 10 тысяч тонн урана. Цена взлетела практически вдвое. Сейчас тот же фунт стоит уже больше 50 долларов. А сделка Росатома состоялась в конце 2020 года. Вряд ли Росатом заранее знал, что будет происходить, но тем не менее факт остается фактом. Росатом еще и денег склонил. Он не покупал сейчас, когда цена взлетела, и специалисты говорят, что она на этом уровне будет ближайшие 2-3 года точно. Все видят, что надо выходить во что-то безопасное. Газ так долго хранить неудобно. Уголь, тем более, уран много места не занимает. Тем более, что скупается закистью-ксюрана. Там естественная радиоактивность, каких-то фантастических методов подавления радиоактивности не требуется. Лежит себе и лежит. Так что, с этой стороны, сделка тоже была вовремя. Еще один момент, касающийся конкретно Франции, французского отделения Greenpeace и компании Arana. 12 октября, в тот же день, президент Франции выступил с программной речью о том, что в атомную энергетику будет дополнительно направлено порядка 30 миллиардов евро. И, разумеется, совершенно случайно совпало то, что акция французского отделения Greenpeace произошла в тот же день. Сделка, повторяюсь, в конце 2020 года. А акцию с бочками со знаками радиоактивности надо проводить в тот день, когда выступает президент Франции. Совершенно случайно я в это вижу. Совпало. Просто совпало. Просто совпало. А если вспомнить, что за два дня до этого было распространено открытое письмо глав 10 государств, сходящих со состав Европейского союза в адрес Европейской комиссии о том, чтобы атомная энергетика была признана низкоуглеродной и которая должна войти в так называемую зеленую таксонометрию на период энергетического перехода, это еще одна случайность. Все совершенно случайно. То есть, есть люди, которые думали о том, как вернуть нормальное отношение к атомной энергетике. 10 глав государств, французский президент с совершенно конкретными вещами. Это достаточно серьезная программа, в том числе развитие технологий атомных станций малой мощности. То есть, все как бы по-взрослому. А здесь появляется заботящаяся о сибирских оврагах компания Greenpeace. И больше всего, конечно, досадно, что все вот это зеленый шум Greenpeace подхватили целый ряд наших СМИ, слава Богу, не центральных. Но среди них не только те, которые уже получили гордое звание иностранного агента, но и те, которые этого звания еще не получили. Я бы, конечно, призвал, чтобы его раздали всем, чтобы все понимали, с чем имеют дело. Дело имеет с тем, что пользуются недостаточным уровнем знания населения. Вот прямо скажу, звучит немножко так бюрократически, но это правда. То есть, если бы у нас больше в школах рассказывали о том, что такое ядерное топливо, что такое обогащение урана, я думаю, никто бы на это внимание не обратил. То, что Росатом выступил достаточно корректно, не стал никого ни в чем обвинять, но это понятно. Это государственная корпорация, которая, в отличие от нас, с тобой, мы можем свое отношение к Greenpeace выразить. Им надо сдержанно и вечно. Они должны быть корректны. Мы бы с тобой тоже могли выразить, но не хватало, чтобы нас еще заблокировали за то, что мы скажем все, что думаем. Не, мы не отрицаем зеленый энергопереход. Это просто ядерная энергетика, это временно. И опять-таки, подчеркиваю твои слова, если бы в школах уделяли больше внимания ядерной энергетики, у нас чисто физически было бы меньше сторонников зеленой. На самом деле, Росатом еще в 2016 году предложил концепцию зеленого квадрата. То есть, как добиться того, чтобы действительно углеродный след энергетики стал меньше. То есть, есть задача, определенная Парижским соглашением. Добиться того, чтобы к 2050 году глобальное повышение температуры не превысило полутора градусов Цельсия. Как этого добиваться? Сейчас доля атомной генерации в мировой энергетике порядка 10-11 процентов потихонечку растет, но не так быстро, как могла бы. Новые атомные энергоблоки вводятся, но одновременно вводятся. Целый ряд европейских стран принял решение, что не будет продлевать работу, хотя такие технологические возможности есть, своих атомных энергоблоков. Это не только Германия, о которой так много говорят, такое же решение принято в Испании. В Швейцарии, в Бельгии. То есть, они выводят, строят те страны, которые строить умеют, Россия, Китай. Вот теперь подключилась еще и Южная Корея, Франция продолжает свое легендарное строительство. Там дед строил атомную электростанцию, папа строил, и я буду строить. В 2004 году начали, в следующем году, может быть, уже топливо загрузится. Никто никуда не торопился. Но все что-то делают. То есть, действительно, не стоит на месте Арана, не стоит на месте компания ЭДФ, пытаются придумать какие-то новые проекты с тем, чтобы вернуть атомную энергетику на то место, которое позволяет занимать. Концепция зеленого квадрата со стороны Росатома предложена. Какие виды генерации не используют химическую реакцию горения? Атомная электростанция, гидроэлектростанция, солнечная электростанция, ветряная электростанция. Из них атомная электростанция наиболее предсказуема. Она точно не зависит ни от погоды, ни от времени года, ни от скорости вращения Земли. Те системы безопасности, которые после Фукусимской аварии разработаны на МАГАТЭ, позволяют выдержать падение самолета и все что угодно еще. Это стабильная, ни от чего не зависящая генерация. ГЭС достаточно быстро может реагировать, менять мощность, в зависимости от того, что требует потребитель, в зависимости от того, как работают солнечные ветряные электростанции, которые зависят от погоды. Почему быстрее всего работает гидроагрегат, понятно. Можно осуществлять холостой сброс, если солнце и ветер генерируют достаточно, можно перевести поток на гидроагрегат, они будут вырабатывать ток, если пришли тучи или исчез ветер. Вот зеленый квадрат. Росатом предлагал развивать именно вот этот зеленый квадрат с тем, чтобы доля этого зеленого квадрата в генерации к 50-му году составила 50%. Внутри этого зеленого квадрата половина должна вырабатываться на атомных электростанциях, остальное вот на этих троих, чтобы они друг друга контролировали, регулировали и так далее. Потом эту концепцию подхватила ВНА, World Nuclear Association, но после того, как сменилась руководительница в этой организации, про это почему-то стали вспоминать все реже, хотя одно время профильный комитет ООН считал, что действительно это та концепция, которую надо развивать. ВНА эту концепцию довела до уровня программы Harmony, Гармония. Там уже инженеры посчитали, сколько надо построить реакторов для того, чтобы попасть в этот зеленый квадрат, предложенный Росатомом, с учетом того, сколько атомных электростанций предстоит в ближайшее время выводить из эксплуатации. Там все было аккуратно. Я очень надеюсь, что вот эти всплески интереса, вот если за что и можно сказать Greenpeace, спасибо за то, что привлекает внимание к атомной энергетике, за то, что можно рассказать, какие они в Greenpeace зеленые. Да, скорее голубые, причем не в лучшем значении этого слова, ну да бог с ними. К сожалению, вот этот ответ Росатома был практически единственным, я знаю имена еще двух инженеров-физиков, которые на эту тему высказались, постарались поподробнее объяснить, что такое регенерированный уран, но их публикуют уже только достаточно узкоспециализированные сайты, и общественности этого не слышат. К сожалению, а надо бы, чтобы слышал. Так что мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы сегодняшняя передача была услышана, увидена, была размещена в как можно большем количестве социальных сетей всевозможных, кто где умеет, потому что радиофобия нам точно противопоказана. Противопоказана, потому что последние, теперь уже три выступления Владимира Путина, посвященные энергопереходу, их можно сформулировать очень коротко. Такой энергопереход, который мы видим в Европе, нам не нужен. Он у нас должен быть свой, отвечающий нашим национальным особенностям, нашим геологическим особенностям, нашей экономике и нашим интересам и тем вызовам, которые перед нами стоят. У нас доля генерации на атомных электростанциях к 60-му году, с нынешних 20%, должна быть увеличена до 25%. 5% вроде бы немного, но поскольку у нас каждый год спрос на электроэнергию увеличивается, на самом деле к 50-му году достаточно большая увеличена. Об этом надо говорить, об этом надо думать, надо чаще рассказывать про новинки Росатома, про их проекты атомных станций малой мощности, один из которых уже реализован, это Академик Ломоносов, там два реактора по 35 мегаватт, это мало запланировано, мы с тобой как подольчане точно знаем серию плавучих атомных электростанций в количестве 4 штуки, то есть на нашем ЗИО Подольск уже гарантирован заказ еще 8 реакторов РИТМ-200, но это плавучая, заканчивается разработка наземного варианта РИТМ-200, это опять в городе Подольске будет реализовано, то есть новинок много и то, что в последнее время мы, по крайней мере меня точно все больше спрашивают исключительно про дела на газовом рынке Европы, лично меня уже утомило, потому что в России происходит много разного интересного, да и не только в России, так что я бы предложил как можно быстрее закончить с газом, там какие-то события будут происходить, но возвращаться к ним ежедневно, отопительный сезон в Европе начался, вот как мы с Валентином Землянским определили, Россия находится в партере, на сцене происходит черти что из буквы бантик. Зато не скучно. Зато не скучно, потому что у нас в партере светло, тепло, на сцене время от времени темно, время от времени холодно, есть вариант, что будет затемно и холодно одновременно. Отдельное спасибо Greenpeace, соскучиться не дают. Друзья, у вас появился ролик, возможность на каждую попытку кого-то сказать, что в Российскую Федерацию завозятся ядерные отходы, отправляйте им эту ссылочку. Вроде разложили все четко, по существу и по делу. И отдельное спасибо Росатому за то, что он научился очень оперативно реагировать. 12-го прошли вот эти непонятные акции возле штаб-квартиры Лорана, 13-го уже последовал официальный ответ нашей атомной корпорации. Что касается Greenpeace, если бы я внезапно оказался на их месте, то акции надо проводить не возле офиса Орана, а возле офиса государственного регулятора. Потому что такие сделки проходят только под четким контролем, как государственного регулятора Франции, страны, где производится регенерированный уран, так и России, куда он поступает. Так что не там возмущались. Ну все. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. До новых встреч.